Здравствуйте, это Елена. Продолжим тему о брокерах и их репутации. Тема была вызвана событием последней недели, а именно попыткой самоубийства основателя и генерального директора брокерской компании PFG Best Рассела Вассендарфа Sr. В своих постах я оставила копию имейла, который получили многие клиенты PFG Best 9 июля. В тот день, утром которого глава фирмы пытался помереть. Единственный владелец этой фирмы господин Вассендарф. Почему я сохранила эту картинку? Потому что вряд ли люди получат имейл подобного типа, потому что фирма Панкрот и владелец арестован в пятницу. Мне нравится их девиз, что самое лучшее в нашей технологии это наши люди. Сохранила для истории, также сохранила на истории по наводке одного умного человека NFA, National Futures Association. У них есть разные комитеты. NFA была создана самой индустрией, потому что считала, что индустрия плоха, много преступлений, много воровства. И чтобы обилить себя, индустрия приняла решение создать орган, который будет регулировать. Создали добровольно. В отличие от CFTC, который регулируется Конгрессом, NFA регулируется самой индустрией фьючерсами. Хотя мы обязаны ей платить, кто член NFA обязан платить хорошие членские взносы каждый год, кто не член, а торгует на фьючерсах обязан платить с каждой сделки. Из-за того, что они следят за брокерами и убеждаются, что брокеры работают честно и у нас не воруют. Почему я это поставила? Потому что вот этого больше нет. Без такого объявления NFA убрала одного из членов комитета. Всякие комиссии есть. Например, комиссия, которая консультирует FSM, разные фьючерские компании, на которых работают разные фьючерские брокеры. И один из членов этого консультационного комитета в этом списке. Рассел Восендорф Синьер, который является CEO компании PFG Best. Больше этого не существует, сохранила для истории. Это было краткая индиционная следующий ролик о трейдинге, о фьючерсах, о брокерах этих фьючерсов. И почему я упомянула, что PFG Best – нон-клирин ФСМ. Поэтому NFA несет полную ответственность за то, что случилось. То, что они не уследили за фактами воровства в течение 20 лет. И на часть хорошей информации меня довел один из блогов, линк которому я поставила. Прежде чем я переведу часть информации с этого блога, и это сделать, даже если у меня займет еще один ролик, я хочу вспомнить хорошие былые времена, когда я помогала рутрейдерам понимать английский в тесте, переводя различные интересные вещи время от времени. Итак, перевод одной из статей на тему, которых сейчас очень много. Агентство Reuters пишет о том, что регулятор или надзиратель компании PFG Best известен тем, что имеет неопытных аудиторов. Аудитор обычно имеет образование. Чаще всего это не просто образование, это высшее образование, бухгалтерский учет. И это те люди, которые получают обычно намного больше, чем простые бухгалтеры. Возможно, компания, которая надзирательнее, могла себе позволить высокие зарплаты. Итак, тот, кто следил и упустил в течение двух декад один из самых нахальных фраудов и махинаций, который делала компания PFG Best, очень часто делал аудиты, используя свежих выпускников колледжей, чтобы они посмотрели на бухгалтерию очень сложных финансовых фирм. Это давно известный факт, но просто об этом мало говорили. Невероятно быстрое падение PFG Best и основателя компании Рассела Восендорфа на этой неделе еще раз направило наше внимание на организацию под названием National Futures Association. Это надзиратель, который финансируется самой индустрией фьючерсов. Эта организация очень мало известна людям вне индустрии. Этот регулятор-надзиратель обычно следит за более мелкими, независимыми операторами-фьючерсами, почти не имеет никаких смен в слой руководителей организации и имеет армию молодых аудиторов с невероятно маленьким опытом работы. Основной надзиратель над честностью компании PFG Best был NFA. Ровно 20 лет несет ответственность за ежегодные аудиты. Основная цель аудита – убедиться, что деньги клиентов защищены. Господин Восендорф признался, что нагло обманывал все два десятилетия самыми простыми примитивными инструментами. Он арендовал ящик почтовый, он использовал софт Photoshop и он использовал обычные принтеры. Это все, что ему надо было, чтобы утащить у клиентов больше, чем 100 миллионов долларов. Организация NFA следит за брокерами. У этих брокеров есть примерно 7,5 миллиардов долларов клиентов. Следят 300 работников NFA. Все 20 лет NFA ни разу не запросила у господина, члена одного из своих же комитетов, проверить его банковские документы электронно. Он попытался покончить жизнь самоубийством. На следующий день после того, как он дал разрешение NFA проверить его счета в банке напрямую и электронно. До этого в течение 20 лет NFA довольствовалась искусственно нарисованными подделанными документами. Итак, как проверяются брокеры? Галочки ставь. У тебя есть список, ставь галочки, что проверено. Так работает. Это не первый раз, когда глава брокерства, за которым следит NFA, был обвинен в массивной фрауде. В прошлом месяце генеральный директор и бывший главный трейдер Sentinel Management Group был привлечен за воровство денег клиентов примерно полмиллиарда. Он это сделал до того, как это брокерство обанкротилось в 2007 году. Это была самая большая потеря денег клиентов до того времени, и его превысило только MFL Global в октябре, который сумел украсть больше полутора миллиардов долларов. Так, у нас есть два надзирателя, как я их называю. Если брокер большой, то это обязанность Exchange, CME, и за MFL Global следила CME Group. Многие бывшие работники NFA и брокеры, которых регулирует NFA, говорят, что слишком часто NFA посылает полностью неопытных аудиторов, чтобы они проверили документы брокерств. В NFA существует огромный гэп, как профессиональный гэп, между солдатами в бою и генералами в офисах. Солдаты в бою обычно свежие, неграмотные, неопытные. Выпускники колледжей. Примеры через LinkedIn. Один из работников NFA проходил практику на заводе, который производит мебель. Единственное место, где она работала, а не проходила практику, был книжный магазин в Айве. Еще один аудитор, перед тем, как его наняли в июне 2011 года, служил практикантом в Walt Disney. Абсолютно все в индустрии винят NFA за провал PFG Best. У всех сложилось ложное впечатление, что регуляторы индустрии все знают и все понимают и за всем следят. Несмотря на все эти факты, пока еще не очень понятно, если единственная причина того, что PFG Best не был пойман ранее. Просто недостаток опыта аудиторов. Все, что сделал Уэссендорф, он перехватывал стейтменты банка, направляя их в собственный личный почтовый ящик. Быстренько-быстренько менял циферки и посылал подмененные документы себе в ферму. Почему инспекторы ни разу не проверили напрямую, насколько эти стейтменты хороши? Это большой вопрос. Еще одна интересная вещь, которую многие могли давно задать вопрос. PFG Best использовал очень маленького аудитора, который работал из своего дома в Чикаго. Индустрия сейчас смеется над этим фактом. И вот, пожалуйста, картинка с выставки. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот аудитор внутренний, PFG Best. Это их бухгалтер и их аудитор. Ее офис, собственный дом. Этот дом даже не миддл-класс, не средний класс. Это дом, который все знают. Самый низ среднего класса. Из газеты Chicago Tribune. Эта девица по имени Джинни Вирайя Шнелин работала в пригороде Чикаго и была официальным аудитором и бухгалтером фирмы. Люди думают, что еще интересного сделала, пока смотрела на документы брокерской компании. Возможно, она была нянькой, подрабатывала нянькой. Возможно, у нее был свой бизнес на интернете, с которого она товар продавала. Пока она исполняла бухгалтерский контроль и учет. Это огромный красный флаг, это огромное подозрение, когда внутренний аудитор не фирма, не офис, а кто-то сидящий дома. Также смеются, что даже на eBay ты не можешь ничего купить и продать, если ты даешь адрес. Не физический адрес офиса или домашний адрес. Ты не можешь дать адрес просто какой-то почтовый ящик. Мы это знаем, мы платим по Paypal, и вы знаете, кто получает Google Checkout, Paypal. Вы не можете купить товар за доллар на eBay без своего реального адреса. Они не примут у вас деньги. Они не дадут вам также продать товар даже на доллар. Закончу я этот ролик тем, что я начала. Как это так, когда многомиллиардные компании проверяются органом, в одном из важнейших комитетов которого сидят владельцы этих многомиллиардных фирм? Многомиллиардные фирмы проверяются и контролируются органом, в комитете которого сидят владельцы и главы этих многомиллиардных фирм. Менеджеры, управляющие NFA, всех надо арестовать, всех надо засудить и всех надо послать в тюрьму на десятки лет, чтобы они могли почесать репу и подумать, что они сделали, что они натворили. Это был предпоследний ролик на тему. Это был ролик, посвященный теме, что такое NFA, введение в тему, так сказать. Окончание следует. Это была Елена. Пока. Bye.